МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Краном по трубе. На переезде у Забайкальской поезд не разъехался с теплоцентралью. Переобуваемся на лету. Стоит ли менять резину автомобилистам? Я знаю, что вы сделали прошлой осенью. Рязанские сыщики нашли убийцу-велосипедиста. Начнем с чрезвычайного происшествия. На железнодорожном переезде у улицы Забайкальская крупная авария. Тепловоз, вернее, кран на одной из его платформ буквально снес трубы теплоцентрали. Видео в соцсети выложил очевидец аварии. Здесь самое начало потопа. К месту происшествия уже выдвинулись ремонтные бригады РМПТС и экипажи МЧС. Там же работает и наша съемочная группа. 11 ноября примерно в 14.30 в районе улицы Забайкальской на железнодорожном переезде движущийся состав поезда с расположенным на нем краном совершил столкновение с П-образным компенсатором трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. В результате половина района Дягилева осталась без горячей воды. Тонны кипятка, вытекающего из труб, и затор на железнодорожном переезде. Первое, что увидели очевидцы происшествия на улице Забайкальской в Рязани. Сидел я в автобусе и увидел паровоз ездить, так как он гудел, обратил на него внимание. Потом через какое-то время удар произошел по трубам, по которым вода бежит, над путями, которые находятся. Ну и пошел фонтан. Ну метр полтора фонтанчик был. Вверх, да, сбоку, видать, труба не до конца отошла, ее просто погнуло, и вот из-за отверстия пошла вода. Буквально минут через пять с тепловоза ребята подошли, отцепили, пути освободили, и проезд был открытый. Тепловоз как бы с воинской части выходил оттуда. На нем не написано военно, а не военный. Поезд разделили на две части и убрали с автомобильной дороги. Движение машины общественного транспорта возобновилось. Пострадавших при происшествии не было. На место сразу прибыли аварийные службы и представители администрации города. В ликвидации ЧП принимают участие и военные. Сейчас, в данный момент, военные нам помогают техникой. Также все единицы необходимой техники, аварийной бригады нами задействованы. Сейчас сюда все подводится, и зип, и материалы. Будут проводиться сначала демонтажные работы, как видите. Затем, в первую очередь, будет восстановлено отопление. Это две трубы П-образного компенсатора диаметром 3,25 мм. Но впоследствии, соответственно, 150-я и 100-я труба, которая подача и обратка по горячему насажению, также будет восстановлена. Но в первую очередь идет задача по обеспечению теплом жителей данного района. В ликвидации аварии и восстановлении теплосетей задействовано 7 единиц техники и организовано 6 сварочных постов. После того, как поврежденные трубы были удалены, рабочие приступили к ремонту теплосетей. Аварийная служба РМПТС производит восстановительные работы. Планируем в ближайшее время восстановить теплоснабжение и горячее водоснабжение. К ночи планируем пустить тепло, а за ночь восстановить горячее водоснабжение. Работы по ремонту теплосетей будут вестись круглосуточно. После того, как на месте аварии появятся новые фрагменты труб, они будут утеплены. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сезонные перепады погоды влияют и на настроение автолюбителей. Климатически Рязань пока отстает от тех же самых северных городов. Там зима уже вступила в права. Но вопросом, менять или нет резину, водители озадачены уже сейчас. Валерий Седов пообщался с сотрудниками шиномонтажа и инспекторами ДПС и получил профессиональный ответ. Снег на дороге появляется только на несколько часов, а температура едва достигает плюс четырех по данным метеосайта. И всегда при такой погоде найдутся те водители, которые скажут переобуваться с летней на зимнюю еще рано. Вот только специалист утверждает обратное – пора. Госавтоинспекция обращает внимание водителей. В связи с возможными погодными изменениями водителям необходимо задуматься о смене комплекта летних шин на зимние. Также необходимо обратить внимание на управление транспортным средством, соблюдение скоростного режима, дистанции бокового интервала. Во всех шиномонтажах работа кипит. Очереди расписаны на неделю вперед. Первый снег взбодрил всех. Теперь же главный вопрос, который стоит перед автовладельцами, куда записаться. Второй по важности – шипы или липучка. Каждый водитель выбирает сам для себя. То есть однозначно, конечно, шипы будут надежнее на льду. То есть тормозный путь у них короче. Это как бы факт. Тесты были проведены многочисленные. Если водитель опытный, то как бы и фрикционная зимняя так называемая липучка тоже вполне хороший вариант. То есть она тише, комфортнее, мягче. А летнюю резину лучше отложить на хранение. В идеале это темное помещение с влажностью не менее 70%, чтобы резина не пересыхала. Еще лучше упаковать ее в пакет. Специалисты рекомендуют со смены резины не затягивать. Даже несколько выпавших шипов на асфальте не стоит вашей безопасности. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». До календарной зимы осталось чуть меньше месяца, а в Рязанской администрации уже озаботились празднованием Нового года. В мэрии сегодня обсудили, сколько установят елок и какой будет иллюминация. Герман Гущин продолжит. Администрация города уже начала подготовку к празднованию Нового года. Общественный совет города Рязани одобрил концепцию празднования 2022 года. А глава администрации Елена Сорокина начала совещание со слов коллеги. Праздник должен состояться. Всего же в нашем городе будет установлено 35 елок. И самая большая, 22 метра, на площади Ленина. Коллеги, общеизвестно, что ожидание праздника зачастую лучше и важнее самого праздника. Очень хочется, чтобы жители ощутили свою сопричастность к подготовке к Новому году. Прошу начать реализацию системы мероприятий по включенности жителей в подготовку к празднованию Нового года. Ежегодно юные рязанцы участвуют в конкурсе поделок. На елках появляются самодельные украшения и игрушки, которые радуют глаз горожан. В середине декабря на улицах появится праздничная иллюминация, светодиодные конструкции и новогодние арт-объекты. В праздничные дни в лесопарке будет работать уличная фотовыставка. Уличные экраны, расположенные на территории лесопарка, Центрального парка культуры отдыха, Лыбинского бульвара, будут работать в течение праздничных дней по специальной фирной сетке. Каждая программа будет записана в оборудованном новогоднем павильоне и выйдет в определенное время. Старт праздником в областном центре будет дан 25 декабря. Также по городу будет курсировать забавный автобус. Уже разработано несколько маршрутов у елок с анимационными программами. Всего в праздничный сезон состоится более 200 различных мероприятий. Праздники пройдут с соблюдением эпидемиологических требований. Программа празднования нового 2022 года разнообразна и обширна. Главное, чтобы пандемия не внесла коррективы. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Еженедельно в Рязани фиксируют с десяток ДТП. Есть аварии, в которых водители или пассажиры получают увечья. Есть и такие, где кроме поврежденного авто и предъявить-то нечего. Но бывают и настоящие преступления, которые могут поразить даже опытных следователей. Этот манекен в несуразной позе выступает в роли сбитого 17-летнего велосипедиста. Год назад, в октябре 2020-го, на трассе М5 реального парня сбил неизвестный. Но вместо того, чтобы вызвать медиков, мужчина оттащил еще живого юношу с трассы в кювет и засыпал ветками, чтобы сложнее было обнаружить. С места происшествия уехал. Едва живого юношу, который ехал в соседний поселок к своей девушке, нашли родители. На место аварии приехала реанимация, но помочь врачи уже не могли. За дело взялись рязанские следователи. Задача была непростая – найти виновника аварии там, где нет ни камер, ни следов. Длительное время лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, было не установлено. В то же время у органов следствия имелись основания подозревать жителя поселка Выжгорода Рязанского района, который обладал автомобилем «Газель». И после непосредственного совершения данного дорожно-транспортного происшествия с места преступления скрылся. Более того, скрылся в других регионах нашей страны. На велосипеде остались следы краски с бампера. Однако след вел практически в тупик. Предполагаемый виновник в ту же ночь отремонтировал свой автомобиль и уехал из Рязани сначала в Ульяновск, потом в Саранск и Самару. В одном из этих городов он сдал свою «Газель» на утилизацию. Безусловно, при отсутствии автомобиля, которым был совершен наезд на потерпевшего, собрать доказательную базу было достаточно сложно. Проводилось порядка восьми следственных экспериментов при таких же погодных условиях, при воспроизведении всей обстановки случившегося. Пока шло предварительное следствие, обвиняемый все время пытался уйти от ответственности. Он придумывал десятки версий случившегося. Все зависело от следователей, сумеют ли они доказать вину 38-летнего мужчины. Множественные следственные эксперименты, консультации со специалистами. Они собрали достаточную доказательную базу. Данному гражданину в настоящее время предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотрено 264 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 125-й, оставление в опасности. В настоящее время вину в совершении данного преступления последний не признал. Вместе с тем, органами следствия собрана достаточная доказательная база, которая позволила направить уголовное дело в суд. 125-я статья Уголовного кодекса – это заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению. В день аварии врачи рассказали, что если бы неотложку вызвали сразу после ДТП, то велосипедиста можно было бы спасти. Теперь по этим статьям мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Ноябрь – последний месяц осени. В Рязани он по традиции один из самых капризных. В нашем представлении за окном должно быть холодно и слякотно. Но в этом году, на удивление, долго не отступала теплая солнечная погода. И вот, кажется, холода потихоньку утверждается на территории региона. Что нас ждет далее, знает Марина Романюк. Несмотря на обилие солнечных теплых дней, в октябре суровый месяц ноябрь напомнил о приближении зимы. В городе уже приветствовали первый снег. Ночами твердо установились заморозки. Да и днем температура редко будет подниматься выше нуля. Здравствуйте, меня зовут Владимир Ермаков, пилот свободного аэростата. По данным воздухоплавательных источников, на ближайшие дни ожидает следующая погода. В пятницу температура воздуха 0 градусов тепла. Днем к вечеру потеплеет до 3 градусов тепла. Ветер умеренный 4 метра в секунду. К вечеру усилится до 6 метров, с порой до 12 метров в секунду. Днем ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождем. В субботу температура воздуха сохранится. В районе 3 градусов тепла ветер чуть утихнет. Но облачность на небе продержится до следующего вторника. Осадков в выходные не ожидается. В воскресенье отличная погода для полетов на воздушном шаре. Температура весь день будет около нуля градусов. Ветер 2 метра в секунду. Но к вечеру усилятся порывы до 7 метров в секунду. Вот так же будет облачно, но без осадков. Вся следующая неделя минусовые температуры. Прогноз от Владимира Ермакова обещает облачность всю неделю, кроме вторника и пятницы. В эти дни выглянет солнце. К выходным снова ожидается порывистый ветер. Так что к середине ноября осень вступила в свои права. И на территории региона установилась типичная для этого времени погода. Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова